Ребят, всем привет! С вами Оля. Сегодня у нас с вами будет видеораспаковка. Да, и сегодня я хочу вместе с вами распаковать свою вновь прибывшую, вот только что, только забрала с почты, посылку с ароматами. Здесь у меня будет два аромата, которые я знала, которые я знаю, которые я люблю и которые я просто купила себе про запас, так как они уже сняты и их достаточно трудно найти по более-менее адекватной цене. И два аромата, которые я, не знаю, купила вслепую. Посылка ехала издалека-далёка, просто, не знаю, с другого континента. Я, конечно, очень переживала, но всё нормально, по крайней мере, с виду всё нормально. Так интересно, даже посылки у них такие вот, где-то тут надо нажать. Сейчас будем всё вместе нажимать, но я так вижу то, что она достаточно спокойно, свободно должна открываться, в отличие от наших российских посылок, которые надо просто выгрызать когтями всё содержимое оттуда. Давайте попробуем всё-таки это сделать. Pull and tap. То есть надо надавить и что-то отварить. Я не знаю, насколько вам это интересно. Мне очень интересно. Я обожаю вскрывать посылки. И, наверное, я всё-таки это сделаю без вас. Хотя, может быть, даже и с вами, потому что она поддаётся, да, она поддаётся вскрытию. Но не так просто, как хотелось бы. Я знаю то, что многие из вас любят больше видео тогда, когда я уже сформирую об ароматах своё мнение. И да, это оно. И когда уже такой более продуктивный получается обзор, но многие, наоборот, любят пошуршать какими-то вновь прибывшими посылочками, я обязательно сделаю обзор на те ароматы, которые для меня новые по прошествии какого-то времени. Либо в каких-то фаворитах, либо в разочарованиях. Конечно, я надеюсь, что этого не произойдёт по поводу разочарований. Два других аромата я прекрасно знаю, и с них, наверное, мы начнём. Я достаю из широких штанин два аромата, два аромата, запакованные просто в девственную фольгу. Это... Сейчас я уберу коробочку. Ароматы от Artisan Parfumeur, мои любимцы, которые так далёко ехали. Сейчас их Оля разобьёт взмахом своего крыла. Это прежние версии, это те версии, которые уже сняты, это те версии, которые уже переформулированы. Это одни из самых моих любимых ароматов от марки. Они у меня оставались просто на донышке. Я решила всё-таки запастись, так как нашла более-менее место, где можно это сделать, не оставшись без штанов. Это дзинк и это дроль-де-розы. Я не знаю, есть ли смысл их сейчас распаковывать вместе с вами. Конечно бы, наверное, хотелось вам это увидеть. Я не буду тут чакнуть над слюдой. Вот что касается слюды, то её я рву достаточно безжалостно. Я не вижу смысла её хранения. Наверное, только в том случае, если флаконы какие-то бархатные, на них оседает пыль. Но это доходит уже тогда, когда флакон разодран и пыль уже начинает на него оседать. У меня, кстати, был дзинк и у меня был тестер. У меня никогда не было такой вот шикарной коробочки. Да. Ещё очень хочу тоже пополнить запас Traverse du Bosphore, потому что он у меня прям совсем на донышке. И Valor de Rose тоже очень хочу. Вот, посмотрите, такой вот красоты флакон. Опять же, повторяюсь, это прежняя версия. Мне очень интересно его понюхать. Та ли это формула, то ли это, что было у меня, и то ли это, что я безумно люблю и зачем так долго гонялась. Наверное, его стоит распылить, но я не знаю. Я, наверное, его распылю на этот флакон, потому что я оставлю руки для двух ароматов, которые я не знаю, которые я буду с вами нюхать впервые. Да, это тот самый дзинк. Ничего не поменялось. Прекрасный аромат на тему кожи. Полюбила я его очень не сразу. Я помню, я его купила вслепую. Я очень долго хотела от него избавиться, куда-то перепродать, потому что, ну, видимо, не доросла ещё до таких прелестей. Прекрасный кожаный аромат с сладкими нотами ирисок, бобов тонко, ириса. Да, кожа, как я уже сказала, то есть это такой, мне кажется, очень обособленный аромат. Я такого не встречала, чтобы кожа вот была так оформлена такими какими-то детскими нотами. Да, допустим, вот ириска, как конфетка. Это приятно носится. Это мой один из самых любимейших ароматов на весну и осень, когда я ношу кожаную куртку. Он просто идеально сочетается с кожаными куртками. То есть он ещё больше как-то оттеняет вот самый натуральный запах самой кожи, плюс ещё вот такая вот кожа в ирисках. Это просто шик. Очень рада приобретению. И знаете, я видела, что я покупаю, но у меня так как-то закрадывалось немного опасений. Вдруг придут те флаконы, которые сейчас они выпускают, эти вот чёрные, которые я терпеть не могу. Но вот не оправдались мои опасения. И второй аромат Дроль де Розе обожаю. Это один из самых моих любимейших ароматов на тему помады. Как вы знаете, я фанат помады, и у меня есть свой эталон, но всё, что вокруг да около, мне также очень близко. Мне нравится много ароматов, которые звучат плюс-минус как-то помадно. Я ещё раз повторюсь, да, эталон один. Но вот это красивенные, красивущие, обалденные вариации на эту тему. Нежнейшая помадная розочка, которая, посмотрите, какой цвет жидкости, просто великолепный. Которая очень-очень похожа, прям вот очень-очень, я прям настойчиво повторяю это на липстик роз от Федерик Мали. Если вы в поисках, если вы любите, если вам нравится, присмотритесь, если вы найдёте, да, где ещё попробовать такую розу. Она очень нежная, она тонкая, она без излишней какой-то настойчивости, назойливости. Ни нота розы не выпирает, ни нота вот этой вот самой помады. Здесь у нас фиалка выполняет роль вот этой вот помадистости. Отвечает, да, наверное, за эту пудровую помадную составляющую в данном аромате. Всё очень гладко, очень женственно. Это просто ода женственности для меня. Кстати, я была удивлена, когда я недавно перебирала, опять же, вот ноты в пирамиде. Здесь также заявлена кожа, но, не знаю, надо его ещё раз поносить. Я его давно, кстати, на себе не носила, именно из-за того, что берегла свои остатки. И сейчас я счастливая обладательница остаткового флакона, плюс ещё целого. Не знаю, его надо просто пробовать, носить и любоваться своим отражением в зеркале. Вы будете просто краше выглядеть, когда наденете такой прекрасный аромат. Именно сами себе будете очень нравиться. Это мои личные мнения. Ваше мнение может быть совершенно иное. Бывает так, что я смотрю парфюмерных блогеров, и они описывают те ароматы, которые у меня есть. И эмоции совершенно кардинальные. Вот просто с ног на голову ставится то, допустим, что чувствуется в ней. Это нехорошо или неплохо. Я ни в коем случае это не осуждаю. Ни в коем случае не ставлю это вот в штыки. Да вы что, там слепые, глухие, глухонемые? Или у вас с носом какие-то проблемы? Нет. Просто мы разные, у нас восприятие разное. Да что там говорить, даже у нас, у самих очень сильно отличается восприятие, допустим, со временем. Ароматы нам становятся либо как-то отдаляемся мы от них, либо наоборот привязываемся. И то, что раньше не нравилось нам, становится более мило сердцу. Так что просто разные эмоции. Так интересно, конечно, за этим и наблюдать. Да, такой прекрасный красавец поселился снова в моей коллекции, потому что еще старый флакон у меня в ходу. Это те ароматы, которые прежние, это те ароматы, которые не переформулированы. Я очень рада. Я надеюсь, что я пополню свою коллекцию, возможно, и остальными собратьями, которых я очень-очень люблю. Следующий флакон для меня новый. Он пришел в такой тестерной коробке. Это очень бюджетный аромат. По крайней мере, я его так купила. И если вы меня смотрите спустя год-два, не пишите мне, пожалуйста, то, что этот аромат не бюджетен, потому что ароматы снимают. Бывает так, что... Было так, что я записывала года два назад видео про бюджетные ароматы, которые на самом деле стоили очень дешево. И сейчас эти ароматы сняты с производства, и они стоят вообще каких-то благословных денег. И меня упрекают в том, что я какую-то неправду доношу. Имейте в виду, да. И этот аромат был куплен именно, наверное, с той целью, что он такой какой-то старичок. Уже, допустим, в 2000-х годах я считаю, что это уже такие ароматы, повидавшие виды, повидавшие жизнь. И есть такая вероятность, что их начнут снимать. Не буду вас томить. Это вот такой вот замечательный флакон. Это Versace. Я так понимаю, у него просто название Woman. Начиталась отзывов. Увидела такой вот замечательный флакон по более-менее адекватной цене. В пирамиде у нас на первом месте малина. Очень привлекло, конечно, это внимание. Я его буду сейчас нюхать вместе с вами впервые. Так что давайте засучим рукава и посмотрим, что же все-таки нам сюда положили. И чем же пользуются девушки. И прям такие вот очень приятные отзывы оставляют после использования данного флакона, данного аромата. Ой, да, это классно, ребята. Это классно. В нем есть какая-то нотка такая вот а-ля 90-е, 2000-е. Как будто немножко рисковато одеколонистой. Как одна девушка меня спрашивает, в личку мне пишет. Оля, скажите, пожалуйста, что значит такое колонистость? Так вот, одеколонистость. Аромат одеколонистый. Я думаю, вы понимаете то, что что-то такое очень резкое, ближе, возможно, к каким-то шипрам. Что-то такое очень звонкое, яркое. И малиновое. Он мне что-то напоминает. Да, я сейчас буду ломать голову. Я, конечно же, ее сейчас в видео не сломаю, не сверну. Но я обязательно его распробую. И где-нибудь там в Инстаграме или ВКонтакте обязательно подписывайтесь. Все ссылочки на соцсети там. Я вам напишу либо какую-то историю, либо еще с чем-то. И все-таки скажу, что же он мне напоминает. Напоминает приятнейший женственный, наверное, все-таки фруктовый шипр. Я не скажу то, что это парфюмерная бомба, но это приятно. Я с удовольствием буду это носить. Это тот аромат, который, допустим, попробовав бы я в магазине и увидев такую цену, я бы его обязательно купила. Возможно, знаете, вот он в стиле. Если проводить аналогию сегодняшней парфюмерии, в стиле коуч, который я вам недавно показывала и приобретала я весной. Приятнейший фруктовый аромат. Хлоя намада. Что там еще у нас? Что-то вот такое очень женственное, очень повседневное, легкое, которое многим понравится и многим будет по душе. Еще знакомлюсь, ношу, посмотрите, какой красивый флакон. Я вам поближе его придвину, как он сочетается с моим маникюром сегодняшним. Классный аромат. Все. Следующий, последний на сегодня, последний в сегодняшнем видео, это у нас аромат от Валентина. Мне он более всего интересен в данной посылке, потому что, как вы поняли, да, два предыдущих аромата я знала. Один такой, понравится, не понравится, как бы ладно, но этот уже более заслуживает внимания. Я очень давно за ним бегала, очень давно их хотела попробовать. Я просто без ума от оформления флаконов. Я обожаю Валентину Донну. Я думаю, что этот аромат просто обязан мне понравиться. Он не может мне не понравиться. Посмотрите. Вы посмотрите на это просто чудо. Я держу в руках, у меня колотится сердце от такой красоты. Мне очень нравятся такие вот граненые флаконы. Давайте я вам так вот постучу, любители АСМР. Да, это тестер. Тестер идет в таких вот, каких-то не очень презентабельных, взрачных коробках. Ну, в принципе, пойдет все нормально. Я, конечно, знаю то, что с дороги ароматы должны постоять. Да, мы уже попробовали с вами. Она замалинивается. Она малиновая становится, малиновая. Очень нравится, прям классный. Отвлеклась на Версаче. Я, конечно, знаю то, что с дороги ароматы должны постоять. Это раз. Во-вторых, первые эмоции всегда, вот знаете, просто, наверное, 30% тех эмоций, которые приходят потом. По крайней мере, у меня так. Очень много раз было так, что ты впервые нюхаешь аромат. Он тебе кажется таковым каким-то, да. И потом на протяжении какого-то времени ты его разнашиваешь. Либо, наоборот, оставляешь в покое. Допустим, там через неделю, через две к нему приходишь снова. Он вообще по-другому на тебе раскрывается. Он становится более яркий, более такой вот красочный. Поэтому я еще раз повторяюсь, это такие первые эмоции. Ну, уж извините, очень хотелось вместе с вами распаковать посылку, так как она ко мне пришла. И у меня вот прям есть времечко с вами посидеть. Обязательно, если что-то изменится, я вам напишу. Где-то дам знать. Уже сто раз сказала. Так что не обессудьте. Ну, что наносим? Да, я же вам не сказала. Это Валентина Маска. Ой, это прелесть. Господи, у нее длинное такое название. Я вам обязательно подпишу. И уже с первых нот он меня поражает. В хорошем смысле этого слова. Потому что я здесь чувствую мускус. Тот именно мускус, который для меня самый притягательный, самый женственный, самый неповторимый. Это тот мускус, который у нас закладывает Нарцисса Родригес в свои шедевры. Кому не нравится, тот, возможно, не подружится с данным ароматом. Я бы сказала, вместе с ним какая-то такая кожаная нота, знаете, нота лаковой кожи. Здесь есть какие-то фрукты, однозначно. Но общая тема – это такой очень женственный, телесный мускус. Прям вот женственный-женственный. Такой приятный. Я не помню, это аромат не секс, либо это только женская версия. Но, мне кажется, однозначно, это аромат для соблазнения. Он понравится тем, кто любит последний вот Нарцисс в белом флаконе. Они совершенно разные, но у них тема вот этого такого телесного, соблазнительного, такого очень вроде как бы нюдового, но в то же время очень шлейфового мускуса. Вот она обыграна очень интересно и там, и там. Да, это замечательно. Он гладкий, он такой вот прям вот обтекаемый. В нём нет какой-то излишней сладости. Её вообще здесь нет. Единственное, какой-то вот фрукт. Я помню то, что я делала коллажи с данным ароматом. Там апельсиновый цвет, то есть даже не апельсин, а апельсиновый цвет. Он и пудровый, он и мускусный, он, опять ещё раз повторюсь, такой вот прям вот как белая вот такая вот рубашка. Классный. Я описала свои первые эмоции, поверьте. Я вместе с вами распаковала, я его не пробовала, я его до этого не нюхала, я его не знала. Отзыв на фрагрантики один всего лишь. Поэтому это такие вот эмоции мои прям личные, никем не подкреплённые, ничем не подкреплённые. Никто мне ничего, никакой посыл в голову не положил перед тем, как я нюхала этот аромат. Поэтому кто на меня ориентируется, тот может либо нравится, либо не нравится. Да, это вот на крышечке здесь написано. Это у нас муск эссенс. Я очень хочу ещё попробовать, есть аромат просто, по-моему, Нуар называется в чёрном флаконе. И Донна, Донна, да, именно Донна. И есть аромат, это мускус, а ещё на тему Уда. Кто знает, вообще пишите свои эмоции. Я, ещё раз повторяюсь, я сейчас буду его разнашивать, насколько стойкий, не стойкий, как ведёт себя с течением времени, что понравится, что не понравится. Ну вот первые эмоции такие вот, ну вы поняли, да, про такой нежнейший, чистейший мускус. Опять же, нежнейший, чистейший для тех, на ком мускусы сидят нежные, чистые. Если на вас мускусы выдают вот эту вот какую-то ноту нечистоты, каких-то вот таких вот не очень приятных извержений, выделений, то, скорее всего, надо быть осторожным. Сейчас вот на мне сидит, он как-то ещё больше приобретает ноту вот этой лаковой кожи. И с каким-то таким немного даже древесным оттенком. То есть такой вот аромат, лишён излишней сладости, но тем не менее, как-то подчёркивает он всё-таки свою женственность. Так интересно, на фоне моей белой рубашки такой вот флакон, прикольное, наверное, фото было бы. Да, надо будет попробовать что-нибудь изобрести по этому поводу. Всё, ребят, на сегодня это всё. Ещё раз сейчас понюхаю Versace, он прям стал малиновым-малиновым, но всё равно такая вот нота а-ля 2090-й какая-то такая вот присутствует в ней. Не знаю даже, как сказать. Возможно, что-то есть вот Hot Couture от Givenchy, только та более, наверное, яркая, более малиновая. Это немного поскромнее, но опять же, как я уже сказала, ароматы только приехали. Надо постоять, мнение моё совершенно изменится. Однозначно, они для меня будут более яркие, более интересные. То есть, 100%. Просто, ну, обычно, когда если аромат не нравится, он не нравится, скорее всего, сразу. К нему уже начинаешь как-то привыкать, подделываться, начинаешь ему как-то подстраиваться под него. Эти же ароматы, вот они как-то сразу с первого знакомства произвели положительное впечатление. Это, наверное, так же, как бы я пришла в магазин, если бы я понюхал, я бы их, наверное, себе купила, если бы у меня была такая цель. Всё, на сегодня я закругляюсь. Если с чем знакомы, незнакомы, любые ваши эмоции, жду внизу в комментариях. Ещё раз повторяю, подписывайтесь на соцсети, там я намного чаще и намного больше всяких интересностей показываю вам. Всё. Всё вроде сказала. Всех люблю, целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok